Чемпионат России по мотоболу 2015 года, юбилейный, он проводится в 50-й раз. Наша команда 28 раз прежде становилась чемпионом России. И вот решающая встреча сильнейших команд – Видновского металлурга и Ипатовского колоса. С первых минут первого тайма мотоболисты показали всю красоту этого вида спорта. Рев моторов, столкновение противников, то у одних, то у других ворот нарастало напряжение. И вот колос нарушает правила и получает 16-метровый штрафной. Но уже через минуту такой же штрафной пытаются забить и в наши ворота. Игра, как и было обещано комментаторам, не дает расслабляться ни спортсменам, ни болельщикам. И вот первый гол в ворота колоса. Его забивает Иван Крештопа. Но радоваться рано. Уже через несколько минут и в наши ворота залетает мяч. При этом травму получает воротарь металлурга Алексей Семенов. Мотобольный мяч весит около килограмма. Можно представить силу удара. Но спортивный дух не позволяет ему уйти с поля. И игра продолжается в том же составе. Первый тайм заканчивается со счетом 3-1. Ворота противника забивают все тот же Иван Крештопа и Геннадий Митц. А наши ворота одолевает мяч капитана команды «Колос» Сергея Крошки. Чуть-чуть жестковатая игра, но первый тайм разведка боем. Поэтому все нормально. Все по плану. Не все получается пока, но без явных провалов. Бол такой случайный. Разрыв был полный. Наши победят. Шлатова тоже молодцы. Молодцы ребята. Все спортсмены врать. Желающих посмотреть игру было немало. Трибуны гудели. Таково было напряжение болельщиков. Поддержать команду и своего отца пришел сын Геннадия Митца Захар. Второй тайм также отличался частыми пенальти. Второй мяч в наши ворота забил Анатолий Богданец. И за две минуты до окончания тайма Иван Крештопа в третий раз одолел ворота «Колоса». Со счетом 4-2 спортсмены ушли на перерыв. Сегодня 4-2, но тем не менее чаша весов. Я бы не сказал, что металлургия явно превалирует. Нормальная, серьезная игра идет равноценная. В моем деле. Третий тайм состоял из двух частей по 10 минут. И снова ряд пенальти, последний из которых Сергей Крошко пробил точно в цель, сделав счет 4-3. Надо отметить, что двое игроков «Колоса», в том числе и Сергей Крошко, входят в состав сборной России. Поэтому игроки хорошо знают сильные и слабые стороны друг друга. И все-таки, как сказал капитан «Колоса», они были уверены, что в этой встрече выйдут победителями. Были, можно сказать, уверены, что победим. Ну, просто немножко проиграли. Что помешало? Не успевали немножко за игроками. Может, немножко потерялись у нас здесь молодые игроки еще. Команда, видно, очень достойный соперник. Они заслужили это место. Ребята, молодцы, я их поздравляю. От души, от Ставропольского края, от всего, от чистого и мотобольного люда. Я их поздравляю. А у «Металлурга» еще две календарные встречи с командами «Агрокомплекс» и «Заря» из Ставропольского края. Но при любом исходе этих матчей наши мотоболисты уже заочно стали победителями чемпионата России 2015 года. Татьяна Брылова, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева. Видно.